Бисмилляю рахман и рахим. Ассаламу алейкум и рахматуллах. Ответ Руслана Бузуртанову на его видеоролик в Ютубе, где он высказался относительно съезда Комитета Ингушской Независимости в Стамбуле 7 января 2023 года. В этом своем ролике он упомянул моё имя, в частности, имя Шамиля Албакова, назвал нас чуть ли не организаторами этого съезда. И высказал ряд абсолютно нелепых вещей, которые я хотел бы прокомментировать. Что касается себя, кстати, Шамиль Албаков ему уже ответил в своем Ютуб-канале, можете пройти, посмотреть. Что касается меня, то я не являюсь организатором этого съезда, я не являюсь членом Комитета Ингушской Независимости, так же, как и Шамиль Албаков, о чём он сам уже рассказал в своем ролике. Поэтому такие инсинуации, я думаю, они не имеют никакого обоснования. И следующее, то, что Комитет Ингушской Независимости якобы является проектом ичкирийцев, тоже высказал такую мысль Руслан Бузертанов. Но это также необоснованно, это, я думаю, высосано из пальца, потому что нет на это никакого доказательства. Все члены Комитета Ингушской Независимости являются ингушами. Следующее, что говорит Руслан Бузертанов, это то, что Комитет Ингушской Независимости якобы говорит от всего ингушского народа, и они теперь якобы не имеют права говорить таким образом. Во-первых, Комитет Ингушской Независимости как раз-таки чётко и ясно сказал, у них есть телеграм-канал, ссылка на их телеграм-канал будет в описании, можете перейти, проверить. Там чётко и ясно написано, что они не выступают от имени всего ингушского народа, они выступают от своего имени. То есть, есть определённое количество людей, которые являются сторонниками независимости Ингушетии. Здесь Руслан Бузертанов тоже соврал. Почему соврал? Почему не ошибся? Потому что там чётко и ясно это прописано. И если Руслан Бузертанов, как образованный, несомненный человек, это прочитал, тогда он это, видите ли, соврал, не иначе. То есть, он сказал неправду, пытаясь людей ввести в заблуждение и тем самым отвратить их, оттянуть их от поддержки Комитета Ингушской Независимости. Что, конечно, никак не поможет, но об этом потом. И даже если бы предположить, что кто-то говорит от имени народа, я не понимаю, почему этого нельзя делать. У меня мать Ингушка. Я чеченец, у меня мать Ингушка. Я рос среди ингушей. Давайте я себя в пример приведу. Почему я не имею права сегодня говорить о проблемах ингушского народа? Тем более, если кто-то является ингушом по отцу и по матери. Точнее, по отцу. Почему этот человек, либо группа лиц, не имеют права говорить о проблемах Ингушетии? Почему они должны быть кем-то делегированы? Почему те ингуши, которые как-то сегодня говорят о проблемах Ингушетии в целом, но при этом не выступают за независимость, они имеют право на такую деятельность, несмотря на то, что их никто не делегировал? Почему как только начинается разговор о независимости, тогда начинают, мы слышим крики, возгласы, вопли о том, что, мол, вас никто не делегировал, вас никто не уполномачивал на подобные роды заявления. А кто сказал, что кто-то должен уполномачивать? Я этого не понимаю. Кто имеет право давать такие полномочия? Весь народ? Так, весь народ никогда не был, не стоял на одной позиции. И неважно, какой народ это, Ингушетия, Чечни, Дагестана, где бы то ни было. Общество всегда так или иначе разделено. Есть плюрализм мнений. Если сегодня... Я опять-таки на себе самому подам вам пример. Я нахожусь, сижу в болоте. И со мной сидит мой народ в болоте. Мой народ, потому что это народ моей матери. Я имею полное право говорить о его проблемах. Я уже не говорю о исламе, потому что по исламу вообще я не должен как бы руководствоваться национальностью, когда говорю о чьих-то проблемах. Но даже если смотреть на это с точки зрения каких-то там адатов, обычаев, я имею полное право говорить о народе своей матери. И вот я сижу в болоте вместе со своим народом. И мне в этом болоте не нравится. А ведь та ситуация, в которой сегодня находятся Ингуши, как раз-таки и является тем болотом. И вот постоянно их засасывает, засасывает, засасывает. Я сижу в этом болоте, хлопаю ушами. И в какой-то момент, раз, я хочу оттуда вылезти. И я выползаю с горем пополам, с трудом, я выползаю из этого болота. Кто мне запретит вытаскивать своих сородичей из этого болота? Кто может мне запретить? Кто должен меня делегировать в то, чтобы я призывал остальных членов моего народа выйти из этого болота, чтобы они не позволяли себе друг другу тонуть, чтобы они выползали? Почему я не могу им всем бросать веревки? Кто должен давать мне эти полномочия? У кого я это должен спрашивать? Я ни у кого не должен спрашивать. Все это сказки. Я имею полное право беспокоиться о своем народе. Будь то чеченском, ингушском или любом другом народе. С точки зрения ислама я имею право и обязан это делать. Потому что по исламу мы обязаны осуждать плохое и призывать к одобряемому. И никто не должен меня уполномачивать. Я имею на это полное право. И если даже бы принять вашу логику, абсолютно безосновательную, что меня кто-то должен делегировать, что мне кто-то якобы должен дать полномочия, то вопрос к вам, к тебе, Руслан Бузуртанов, и к другим подобным тебе людям. Кто дал вам право, кто вас делегировал, говорить, что ингуши не должны стремиться к независимости? Кто вам дал право говорить, что ингуши должны жить в составе России? Кто вам дал право говорить, что никто не имеет права призывать людей, ингушей, к независимости? Кто вас делегировал? Я не делегировал. Но большинство ингушского народа вас не делегировали. Но почему-то вам это дозволено, а другим, видите ли, не дозволено. Нет. Валлахи, биллахи, таллахи. Все, прошли те времена невежества, когда подобные вам люди обманывали бедный многострадальный ингушский народ. Все, прошли те времена. Ингуши не настолько глупые сегодня, чтобы позволить вам вводить их в заблуждение. Они не позволят больше, иншаллах, таким тиранам, как Россия, терроризировать их. Ингуши хотят свободу. Ингуши хотят быть свободными. Ты говоришь, что ингуши якобы были всегда свободны, что они никогда не находились в рабском положении, тогда, когда все народы Северного Кавказа находились всегда, будучи в составе России, Советского Союза, Царской России, находились в рабском положении. И только те, которые боролись, те, которые проливали собственную кровь ради того, чтобы быть свободными, только они имели право говорить, что они не рабы. Вне зависимости от того, из какого народа эти люди были. Будь то чеченцы, ингуши, дагестанцы, черкесы и многие другие. Если ты, как ты говоришь, ингушетия якобы сегодня свободна, что является ложью, неприкрытой ложью, то как ты назовешь те события, которые каждый день происходят в ингушетии, когда приезжают из другого региона Ваня и расстреливают ингушей, когда Ваня звонит своему подчиненному ингушу и говорит, иди и убей вон того ингуша, вон ту ингушку. И этот ингуш в погонах бежит и выполняет его приказ. Это твоя свобода? Когда прямо на улице расстреливают перед ингушами другого ингуша, Вани и Васи, которые приехали из Москвы, там из Ростова или откуда-то еще. Это твоя свобода? Почему же ты не выходил и не защищал этих людей, если ты свободен? Да потому что ты не свободен, ты раб, как минимум раб, если не предатель. Если ингуши, если ингушский народ сегодня находится в свободе, как ты это утверждаешь, почему ингушский народ не может себе сегодня выбрать даже главу? Ведь по конституции ингушетии они имеют на это право. Почему не могут? Почему сегодня многие ингуши, лидеры этих протестов, которые выступали за то, чтобы находиться в составе России, почему эти люди сегодня сидят по надуманным делам? Сегодня, кстати, проходит апелляционный суд. Им даже не позволили в суд приехать. В этот момент проходит суд. Я наблюдаю за этой ситуацией. Их посадили по сфабрикованным делам. Что это за свобода? Где толпы недовольных ингушей, которые вышли бы и защитили бы этих людей? Не выйдут. Не потому что они не смелые и не храбрые, а потому что нет свободы. Потому что знают, как только они выйдут, сгонят туда ментов, продажных предателей из числа ингушей, а потом еще пришлют в подмогу ментов из других регионов и снова начнут преследование. Вот почему народ не выходит. И это ты называешь свободой? Почему сегодня ингуш, молодой парень, который состоит уже в списках мобилизованных, которых отправляют сегодня на войну в Украину, на чужую войну, не на нашу, убивать невинных украинцев в интересах Кремля. Почему этот ингуш не может сказать, я независим, я никуда не пойду. Почему он вынужден скрываться, если он свободен, как ты говоришь? Да потому что он не свободен. Потому что он находится в оккупации. Если ты, как ты утверждаешь, ингуши сегодня находятся в свободе, Почему ингушей, которые в 92-м году защищали свои дома, сажают по сей день? А преступников, которые убивали детей, мужчин и женщин из числа ингушей, преступников, этих никто не сажает. Почему ингушей выдают, а ни одного человека, кто убил ингушей, не посадили? Или двух, или трех, ведь их было сотни. Они открыто сегодня сидят, фотографируются, снимают на видео и говорят, что они это делали. Но их никто не преследует. Почему, если ингушетия свободна? Да потому что ингушетия не свободна. Потому что ингушетия сегодня находится под оккупацией. В рабском состоянии, как и другие регионы. Будь то Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Осетия. Все находятся под оккупацией. И представители из этих народов, некоторые, служат оккупационной администрации. И являются коллаборантами, предателями, то бишь. Поэтому не рассказывай нам о свободе. Не говори то, чего нет. Нет свободы сегодня на Кавказе. Кавказ находится, Северный Кавказ, под оккупацией. И касаемо того, что, опять-таки, ты говоришь, что этих людей никто не знает. Именно Комитет Ингушской Независимости, кто они и так далее. Как только выпустили эту новость, возьмем того же Ахмеда Аздо. Оздор Ахмед, который выступает за чтением деклараций на одном из роликов, только у меня, в моем ТикТоке и так далее, посмотрело его около 600 тысяч человек. Со мной связалось огромное количество журналистов по его поводу. В том числе российских и украинских. Я уверен, что большинство российской интеллектуальной элиты посмотрело этот ролик, ознакомилось с этой декларацией. Я уверен, что большинство украинской интеллектуальной элиты также посмотрело этот ролик и ознакомилось с этой декларацией. И многие представители интеллектуальных элит, различных народов, русскоязычных, также ознакомились с этим. И ты говоришь, что их не знают? Поверь мне, чуть-чуть время пройдет, и всем придется с ними считаться, потому что нет другой альтернативы. И они сегодня представляют ингушский народ, голос народа, потому что большинство ингушей как раз-таки хотят этой независимости. И никто не должен спрашивать, чтобы говорить о проблемах ингушского народа. А ты сидишь и прикрываешь эти проблемы. Ты и тебе подобные. Поэтому вас уж точно никто не делегировал. Даже обычное мнение ингушского народа вас не поддерживает. И не будет поддерживать. С каждым днем комитет ингушской независимости будет нарастать в силе. Он будет набирать мышечную массу. Буквально за несколько дней, ведь они только седьмого выпустили эту декларацию, подписали ее. Буквально за несколько дней эта новость взорвала информационное информационное пространство. и в Кремле уже хватаются за голову. И вы действительно думаете, что эти люди ничего не сделают? Поверьте мне, сделают. Поверьте мне. Так что как-то так. На другие твои выпады я не буду отвечать. Особенно касаемо того, что ты там про Шамиля Албакова говорил, про его семью говорил и так далее. Но это вообще не к месту было и недостойно, как по мне. Ну, каждый говорит о том, что его интересует. Как-то так. Поддержки и ваш комитет ингушской независимости. Так она с поддержкой. Ва-Саламу алейкум Ва-Рахматуллахи Ва-Баракатаху